Привет, ребята! Сейчас вы узнаете некоторые факты о Бразилии, о стране бесконечных джунглей. Здесь перемешались потомки европейцев, индейцев и некогда завезенных из Африки рабов. В итоге получилась самобытная бразильская культура, совсем не похожая ни на какую другую. Бразилия занимает первое место в мире по количеству видов приматов и пресноводных рыб, которые обитают на ее территории. Бразильцы могут гордиться тем, что в их стране проживает огромное количество животных и растет много уникальных растений. Это настолько богатая флора и фауна страна, что ученые считают ее самой биологически разнообразной на всей планете. Давайте начнем с бразильского флага. Этот флаг в современном виде был официально утвержден на государственном уровне в 1992 году. Местное население очень уважительно относится к этому национальному символу именно из-за его тесной связи с историей государства. Сами бразильцы называют его Оруверди, что в переводе с португальского значит «золотой и зеленый». Да, кстати говоря, в Бразилии говорят на португальском языке. Почему? Давайте посмотрим. Дело в том, что в начале XVI века территория Бразилии была открыта и колонизирована португальцами. Как обычно бывает, колонизатор приносит с собой на завоеванные земли свой язык, свою культуру и религию. Именно поэтому в странах Африки, бывших колониях Франции, говорят на французском, а бывших колониях Англии на английском. Ну, а Бразилия – это бывшая колония Португалии, поэтому там говорят на португальском языке. Ну, вернемся к флагу. Давайте посмотрим. Мы видим зеленое полотнище с желтым ромбом в центре. На самом деле это не желтый, а золотой. Внутри ромбы находится темно-синий круг с 27 белыми звездами. Круг пересечен лентой с девизом «Ордем и прогрессу», что переводится как «порядок и прогресс». Зеленый и желтый, а точнее золотой – национальные цвета Бразилии. Зеленый цвет символизирует лесные богатства Амазонии, а золотой – запасы золота, которые были там в период с XVI по XIX век. Тогда в Бразилии находились крупнейшие в мире золотодобывающие шахты. Расположение звезд на флаге изображает небо на Трио-де-Жанейро утром в 9 часов 22 минуты 43 секунды 15 ноября 1889 года. В этот момент была провозглашена Бразильская республика. Каждому из 26 штатов, а также федеральному округу Бразилии соответствует своя звезда. По территории Бразилии протекает самая полноводная и большая по площади река в мире. Это Амазонка. Каждую секунду из Амазонки в Атлантический океан впадает около 209 кубометров воды, и это очень много. Река Амазонка в Бразилии имеет самое большое количество так называемых неконтактных племен. По последним данным, на берегах проживает около 67 племен, которые не имеют контакта с внешним миром и цивилизацией. В Бразилии существует остров, основными жителями которого являются змеи. На змеином острове, который по-другому называется остров Кеймада Гранди, не живут люди. На самом деле остров настолько опасен, что людям запрещено сюда даже приезжать. Остров населен очень ядовитым видом змей. Ориентировочно на каждый квадратный метр острова приходится по одной ядовитой змее. Этот вид змей также обитает им на материке, однако их островные сородичи гораздо более ядовиты и опасны. Бразилия была когда-то соединена с Западной Африкой. Если посмотреть на форму Бразилии и восточной части южноамериканского континента, можно легко заметить, что она когда-то была соединена с Западной Африкой. До этого оба эти континента были частью суперконтинента Гондвана. Раскол произошел очень давно, около 140 миллионов лет назад. Поговорим о столице Бразилии. И это не город Рио-де-Жанейро. Это город Бразилия. Но интересный факт. Рио-де-Жанейро действительно был когда-то столицей Бразилии. И не только Бразилии, а даже столицей Португалии. Почему? Давным-давно королевская семья боялась оккупации Лиссабона. И поэтому переехала в Бразилию, которая в то время была колонией Португалии. Это единственный случай в истории, когда европейская столица находилась за пределами континента Евразии. Бразильцам не нужна нефть, чтобы ездить на машине. Они используют сахар. А дело в том, что в качестве топлива они используют этанол, а он производится из сахарного тростника. И, что немаловажно, является возобновляемым топливом. А значит, экологичным. Самый известный город – это Рио-де-Жанейро. С португальского языка Рио-де-Жанейро переводится как Январская река. Именно в это время года португальский мореплаватель Гаспар де Лемуш открыл залив Гуанабара, приняв его за устье реки. Несколько позже ошибка обнаружилась и выяснилось, что это вовсе не река, а гавань. Но название уже прижилось, поэтому так и стали именовать город. Сегодня Рио-де-Жанейро – второй по величине город Бразилии с захватывающими дух пейзажами и знаменитым карнавалом. Карнавал в Рио-де-Жанейро считается крупнейшим в мире. Ежегодно его посещает около 2 миллионов человек, а участвуют 5 миллионов человек. Он проводится ежегодно с 1723 года. Длится он 5 дней, с пятницы по вторник, перед Великим постом. Кстати, большинство людей в Бразилии исповедуют христианство. Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была масленица, а в XIX веке под влиянием европейской моды она изменилась в карнавал с масками и костюмами. Завезенные в страну африканцы привнесли обычай танцевальных шествий. Все это получило мощнейшую подпитку в виде бурной энергии бразильцев и их любви к музыке и танцам. Ну и, конечно, не могу не сказать о факте, которым гордятся все бразильцы. Бразилия – это страна футбола. Бразилия участвовала в чемпионатах мира по футболу 20 раз, и самое важное – побеждала в них чаще любой другой страны на планете, а именно 5 раз бразильцы становились чемпионами. Футболом в этой стране в той или иной степени увлечены 74% бразильцев, что делает эту игру общенациональным видом спорта. Субтитры создавал DimaTorzok